вот и самое что я вам хочу показать смотрите тогда нечастая вещица это сенсационная вещь в этом году у нас уже была поднята дважды двушка двадцать пятого года редкая и дорогая монета так что лёху можно поздравить с такой находкой в таком внешнем виде не менее 60 тысяч так ну и там еще одна интересная находка у нас появилась смотрите короче лёха сказал это какой-то ким-то смотрите какая-то непонятная вещица я сначала подумал в лксм да это как бы я постараюсь информацию найти и вам приложить что это за знак я впервые просто повижу были подобных были подобные ким и в лксм как раз длинные буквы какие-то 2 ряда 2 ряда ладно сейчас посмотрим по трем итак ребят значок очень достаточно интересный и может быть кому-то будет полезно знать что же за надпись ким на таком интересном значке многие конечно же об этом знают но подрастающая молодежь наше поколение к сожалению не видели и не знают и давайте сейчас я вам поясню что же за знак нам попался консомольцы добровольцы надо верить любить беззаятно видеть солнце порой прерассветно только так можно счастье найти 29 октября 1918 года в молодом государстве был создан российский коммунистический союз молодежи первый знак был учрежден в 1918 году и представлял небольшой красный флаг со звездой и аббревиатурой рксм вручался он вплоть до 1923 года знак является редким в октябре 1922 года на пятом съезде комсомола был утвержден новый вариант знака на флаге в круге изображена звезда а в ней вписаны буквы к и м ким коммунистический интернационал молодежи значки вручали членам комсомола существует большое количество разновидностей на булавках на закрутках на цепочке с разной отделкой эмали из-за большого количества разновидностей цена значка варьируется от 1000 до 20 тысяч рублей да, недаром мы песни запели про лихой 18-й год эти юноши в старых шинелях испытали немало невзгод шли с рабочих окраин ребята за родную советскую власть эти парни в матросских бушлатах поклялись победить или пасть следующий тип комсомольского значка был утвержден на третьем пленном имце КВЛКСМ в 1945 году знак повторял предыдущий но вместо КИМ используется аббревиатура ВЛКСМ у значка существует множество типов и они различаются по заводам-изготовителям металлу и способу крепления средняя цена значка 500 тысяч рублей но это другая история был еще один вариант значка ВЛКСМ более позднего варианта и просуществовал он вплоть до 1991 года надеюсь вам было приятно а сейчас возвращаемся на наш шикарный шурф приятного вам просмотра ребят здесь вот комрад еще один подошел эксплуер и я это должен запечатлеть уйдеть дай я снизу это все начну прибор реально ребята я не знаю прошел огонь воду и медные трубы смотрите здесь запаяно кругом изолента кругом какие-то причиндалы нет ни одного живого места смотрите смотрите а здесь вообще я не знаю сказка какая-то тут какой-то чопик деревянный вбитый здесь здесь смотрите болты пластиковая труба тут вообще смотрите здесь здесь тоже все наращено смотрите здесь труба смотрите какой блок аккумуляторный смотрите тоже все напаяно тут блин смотрите как все я вообще я охреневаю ребята вот это жилец а не прибор и работает короче я не продаю приборы ребята вот это награждение этого прибора ешь твоя налево охренеть да ну понятно еще бы он не работал да вот это да вот это прибор редко я такое вижу блин что случилось с ним сейф упал на него как это сейф мы так копали копали короче это дом и упал сейф откуда упал ну как откуда ну блин стоял он в углу мы подкапывали его и короче получилось так что он начал падать а прибор стоял возле стены и он краем его прям пополам сломал да как у меня приборы я не продаю все ладно идем дальше ну что ребят терка 505 Серегина наконец-то сегодня 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 да ребята сегодня нашла вот такую вот кругуя хреновину размер хреновины две копейки николаевского образца ну она ушатанная да безобразие о да ты еще рукожоп ты по ней лопатой засадил Сережа да да вот смотри прям свежая медь да ты ногтем ага ни хрена себе у меня ноготь да Сережа блин давай стриги ногти смотрю у меня нет ногтей нету ногтей у меня ребят так у нас солнышко садится и Рустик уже должен подъехать Рустик приедет новые силы и надеюсь у нас земляной дет задобренный будет давать получше о там смотри ух ты какая красота ходим ходим бродим по этим домовым ямам ребята по идее дом шурфленый вон а мы нашли здесь так что вот так вот так что ладно с первым царем нас итак ребят у нас команда прибавилась у нас приехала Рустик слава яйцам блин где освещение Сережа мне свет не светит где прожедло давай ребят мы сейчас встречаем Рустика конечно же застольем и Серега к горячему столу решил рассказать анекдот достаточно интересный веселый и я думаю разнообразие в копе будет довольно таки приятно так что внимание на Сергея он сейчас расскажет анекдот у меня видно вообще или нет у вас выключи свой фонарь давайте внимательно слушаем классно видно ну что давайте рюмки поднимем сначала так рюмки да блин опять пить с вами сопьешься ребят чай чай пил ну все же слышали сказку про Иван Царевич лягушку да слышали ну вот Иван Царевич натягивает тетиву пускает стрелу идет по следу приходит там лягушка сидит лягушка лягушка отдай мою стрелу ну что уж такое лягушка она ему человеческим голосом говорит ты поцелуй меня я в девушку превращусь ну говорит раз поцеловал ее говорит она раз там девушка такая красивая представляешь все фигурно тихо да ну ты говори нормальным языком фигурно блин короче жопой жопой все дети смотрят дети смотрят да ну очень фигуристая женщина короче перед ним восстала вот и он говорит и что дальше она говорит ну займись со мной как бы любовью нашел слово нашел подыскал слово я жду литературу он занялся с ней любовью в разных позах там во всех местах и говорит что дальше она говорит ну теперь женись на мне жениться не планировал не хочу жениться она говорит ну тогда я обратно в лягушку превращусь какая разница превращается в лягушку она раз обратно в лягушку превратилась он ее схватил положил в карман такая удобная штука ребята вот за это ребят за эту удобную штуку давайте ребята выпьем и жили долго и счастливо до глубокой старости классно респект Сереге вот за этот анекдот прям уважуха и пальчик кверху ребята за анекдот так что пишем в комментарии если вам интересно послушать от нас анекдоты именно у костра у нас очень много веселых и интересных историй анекдот кстати много так что пишем Серега и Рустик будет нам рассказывать если тема зайдет будем рассказывать по одному классному анекдоту я еще хочу сказать про логику никто не слышал так что ваше ребята здоровья пацаны мы только что от костра отошли вон видите да там костер пацаны вон там видите два огонька это Рустик пока идут я пришел на фундамент и знаете сигнал у меня появился и очень приятный сигнальчик тем что это знак ВЛКСМ приятная находка ВЛКСМ приятно приятно это ранее коммунистический знак до этого был знак КИМ а это ВЛКСМ прикольно зачетно приятно ладно лон наконец-то пацаны подходит так что ночной коп надеюсь будет веселенький и интересненький идем продолжаем и так ребят мы с Рустиком ковыряем тот фундамент где пацаны подняли две копейки 25 Серега ушел на базу вот пацаны кто здесь поднимал я поднял здесь несколько находок и вот знаете вот она монетка я ее в руки конечно брал для вас я ее просто положил в земельку у меня честный коп и я сразу говорю что это серебро это у нас 10 копеек серебряные вот может быть вы не разглядите силуэт но фактуем что это серебром силуэт конечно загаженный но это как темный кардинал можно сказать да говорит темный кардинал ребят для вас вот эти вот самые моменты да ребята время ночь а мы для вас копаем рустик ночью приехал и этому честь и уважение ночью ребята ночью приехал 150 километров сюда чтобы чтобы с нами с вами покопать татарстану привет татарстану привет привет татарстан ну а мы продолжаем итак 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 ребята русик русик копает а я за ним прозваниваю поднял он короче пятачок двадцатка к сожалению год не знаю но факт том что вот эту монету ребят я точно знаю потому что я ее почистил русик пока там поливал а я ее прозвонил почистил и год смотрите тридцать тридцать седьмой это одна из дорогих самых находок именно пятаковых тридцать седьмой год русик фанфары ради тебя русик красава красава рус можно поделиться потерял нет все красавчик ребята рус не зря приехал он короче бензин оправдал тихо аккуратно не подави мне прибором красава два пятака уже поднял и двадцатка два раза уже укусили и так ребята сегодня русик копает а я за ним находки нахожу русик должен проставиться ребят это у него сегодня первое серебро я уже вижу по цвету металла и смотрите что это царское серебро ребята а стоп стоп нет вру вру немножко вру это 10 копеек 10 копеек серебряные красавчик русик красава а может тридцать а может тридцать первый год рус сейчас посмотрим но все равно с почином серебро ну что ребята ну наконец-то у меня первое сегодня царь и это царь у нас двушка я его потер и это у нас двушка 1900 какой-то год наверное восьмой или что-то в этом роде не знаю но тут же как я выкопал эту царскую монету русик мне подает вот такой вот фарфор и знаете символика царская и как он мне сказал я не понимаю в этом и он сказал что это гардер насколько это дорогая вещь не знаю рус сразу говорит это богатый дом был вот и такая керамика урусик там что-то цветное вот так что вот так вот ребята принимая поздравления с первым сегодняшним царем год не знаю но СПБ СПБ три дня окопа и первый царь так что тадам класс итак ребята вы не слышали вопли мой до этого как я кричал кинг вон там он лежит испугался русик аж упал блин ребята на этом шурфе двушка двадцать пятого была у шурфе ну это